Прокуратура Маргаушского района взяла под контроль деятельность местного сельхозпредприятия. С прошлого года его работникам перестали выплачивать зарплату. Долг перед аграриями скопился солидно и материалы проведенной проверки уже переданы в следственное управление. Сейчас решается вопрос о привлечении руководителей к ответственности. Председатель предприятия утверждает, что в ближайшее время задолженность сократить не удастся. Хозяйство выплачивает миллионные кредиты. Долго ли еще работники просидят с затянутыми поясами, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Строительство сфинофермы, приобретение новых тракторов и комбайнов, закупка семян и удобрений. За два года в хозяйстве «Свобода» накопили огромные долги перед банками. Когда пришло время их возвращать, дела на предприятии пошли неважно. Выплаты по миллиону рублей в месяц. Первым делом покосили кредиты, взятые еще в 2010-м на минимизацию последствий засухи. К концу прошлого года работникам хозяйства пришлось потуже затянуть пояса. Собственно, с июня месяца вот эти пролонгинные кредиты выплатили по миллиону ежемесячно, по декабрь месяц. За шесть месяцев выплатили шесть миллионов кредитов. Кредитные истории тоже не хочется испортить. Все уже стараемся. Сейчас на банковские счета хозяйство отчисляет по полмиллиона рублей. Но финансовое состояние предприятия от этого не улучшается. Выручка минимальная. Зарабатывать удается только на продаже молока. А тут на носу и весеннеполевые работы. Расходы немалые. Необходимо приобрести несколько тонн ГСМ, гербициды и удобрения. Трудно будет как выдавать. Но поступления в уручки же мало. Только продаем молоко. Не хватит там на зарплату. Кредиты надо платить где-то в феврале месяце. Сейчас где-то шестьсот тысяч надо платить. Около девятьсот, ну там девятьсот с лишним тысяч выручка. С семьсот тысяч кредит платить. Нечего давать очень тяжело, конечно. Пока хозяйство выплачивает кредиты и готовится к страде, копятся долги перед работниками. Заработную плату за ноябрь и декабрь они получили недавно. Деньги на счетах предприятия появились после продажи племенного скота. Что делать дальше, вопрос сложный. Сейчас на ферме содержат только поросят. Реализовать их невозможно. Откармливать животных будут до конца апреля. Прогнозы далеко не оптимистичные. По всей видимости, на сухом пайке работникам свободы придется просидеть и всю весну. Основную часть урожая они уже распродали. И на сегодняшний момент, как они предположили, задолженность будет оставаться, потому что будут дальнейшие расходы, которые связаны с посевом. По внесенному представлению, которое мы вносили, они обещали рассчитаться с той задолженностью, которая была хотя бы за 2012 год. Справка предоставлена буквально 2-3 дня назад о том, что долг полностью закрыт. Сейчас предприятие должно выплатить своим работникам больше 1 миллиона рублей. Некоторые, не дожидаясь денежных выплат, вместо зарплаты вывозят из хозяйства солому, зерно и живых поросят. На горизонте новые проблемы. Цены на мясо снижаются, затраты на его производство могут и вовсе не окупиться. Тогда хозяйство увязнет в долговой яме еще глубже. Однако, закон суров, но это закон. И ответственность перед работниками никто не отменял. Дмитрий Ковалев, Леонид Клейман, Республика.